Михаил Катуков, маршал бронетанковых войск, дважды герой Советского Союза. Полководец Великой Отечественной войны, которого офицеры противника называли генерал-хитрость. Всем привет, с вами канал История Мира, сегодня мы вам расскажем историю жизни Михаила Ефимовича Катукова. Перед просмотром попрошу подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра. Маршал бронетанковых войск родился в сентябре 1900 года в селе Большое Уварово Московской губернии. По национальности русский. Отец Михаила, крестьянин Ефим Катуков, участвовал в русско-японской войне. Мать Мария Катукова, родившая кроме Миши еще четверых детей, скончалась в 1918 году. Причиной смерти женщины стал ТИФ. Ефим Епифанович женился вторичным и обзавелся еще двумя отпрысками, дочкой Зоей и сыном Алешей, который единственный из всех братьев и сестер, пережил Михаила. Будущий танкист еще при царизме начал выбиваться в люди. Смышленого подростка, с отличием окончившего сельскую школу, отправили в Санкт-Петербург, где юный Катуков к 16 годам из мальчика посыльного в молочной лавке, дослужился до приказчика. В 17 лет принял участие в революции. Смерть матери вынудила его вскоре после этого вернуться в родное село, чтобы помогать семье по хозяйству. Однако в марте 1919 года Михаил Катуков был мобилизован в Красную армию и принял участие в боях гражданской войны против белоказачьих войск на Дону, затем в польско-большевистской войне. Переболел ТИФом, как и многие участники гражданской войны, но выжил. И решил остаться в армии. В межвоенный период Катуков окончил могилевские пехотные курсы, затем курсы усовершенствования командного состава выстрел. Прошел путь от командира взвода до начальника штаба 80-го ленинградского стрелкового полка. Однако в 1932 году полк был развернут в бригаду, которую в свою очередь из пехотной преобразовали в механизированную и направили в белорусский военный округ. Пришлось Михаилу Ефимовичу, ставшему к тому времени не только высококвалифицированным пехотным командиром, но и столь же высококвалифицированным снайпером, осваивать новое для него танковое дело. Изучать новую технику и тактику бронетанковых войск ему пришлось путем самообразования. С этой трудной задачей Катуков успешно справился. Уже в 1933 году он занял призовое место на окружных соревнованиях по стрельбе из танка. В 1935 году Катуков все же получил профильное образование, окончил курсы усовершенствования танковых командиров при Военной академии механизации и моторизации имени Сталина. Во второй половине 1930-х годов Катуков обучил 1500 танкистов для Красной армии. В сентябре 1939 года он в качестве командира 5-й легкотанковой бригады 25-го танкового корпуса принял участие в походе Красной армии в Западную Украину. Великую Отечественную войну полковник Катуков встретил в должности командира 20-й танковой дивизии, входившей в состав 9-го механизированного корпуса, которым командовал Рокоссовский. Дивизию эту еще только предстояло сформировать, а танки для нее ожидались в июле-августе 1941 года. В боях же Катукову пришлось участвовать уже 24 июня 1941 года с личным составом дивизии, укомплектованным на треть и без единого танка. Сражались как простая пехота, выставляя впереди себя муляжи танков из фанеры. Задействовали имевшиеся 30 слабовооруженных учебных танков. Тем не менее удары врагу Катуков нанес чувствительные. Именно тогда, в приграничных сражениях в районе Дубна, Михаил Ефимович придумал и применил тактику танковых засад, благодаря которой каждый из его 30 учебных танков подбил от трех до девяти танков противника. В сентябре 1941 года Михаила Ефимовича назначают командиром 4-й танковой бригады, во главе которой Катуков участвовал в обороне Москвы, на Мценском направлении и на Волоколамском шоссе. Противником танкистов Катукова оказалась 2-я танковая армия Гудериана, понесшая в этих боях серьезные потери. Катуковцы крепко потрепали две дивизии из состава армии Гудериана, выбив у противника 133 танка и 49 артиллерийских орудий. Советское командование по достоинству оценило подвиги Катуковцев. Бригада получила статус гвардейской и стала именоваться 1-й гвардейской танковой бригадой, а сам Михаил Ефимович получил звание генерал-майор. В интервалах между боями Катуков ухитрился написать инструкции по борьбе с танками артиллерии и пехотой противника, одобренные высшим командованием и направленные в войска. А когда 5 декабря 1941 года Красная Армия перешла в наступление, пошла вперед и 1-я гвардейская танковая бригада, освобождая подмосковные города и села. В ходе этого наступления Катуков временно сосредоточил в своих руках командование двумя танковыми, одной мотострелковой бригадами и отдельным танковым батальоном. Эта подвижная группа под командованием Катукова очистила от немецких оккупантов город Волоколамск и прорвала вражескую оборону по рубежам рек Лама и Руза. В 1942 году Катуков получил под командование 1-й танковый корпус, державший оборону в районе Курска и Воронежа во время нового наступления гитлеровских войск. В сентябре 1942 года Катукова переводит на должность командира 3-го механизированного корпуса на Калининском фронте. В ходе боев под Оржевом, операция «Марс», этот корпус понес значительные потери, но вины Катукова в этом не было, его войска бросили в без должной поддержки пехоты и без артподготовки. Примечательно, что в том же 1942 году Катукова вызвал в Кремль лично Сталин и имел с ним обстоятельную беседу, обсуждая перспективы развития бронетанковых войск и качество советских танков, проявленные ими в боях. Уже сам факт этого разговора свидетельствовал о том, что Сталин считал Катукова одним из лучших специалистов по бронетанковым войскам. В январе 1943 года Михаил Ефимович получает должность командующего 1-й гвардейской танковой армией, которую занимал до самого конца Великой Отечественной войны. В ходе Курской битвы Катуков со своей танковой армией сражался на Воронежском фронте, удерживая южный фас Курской дуги. Катукову противостояло 11 танковых дивизий противника, поддерживаемых многочисленной пехотой. Впереди атакующих немецких войск шли тигры, от брони которых снаряды советских танков рикошетили. Ценой больших потерь армия Катукова не позволила немцам прорвать свой фронт. Затем армия Катукова приняла участие в Белгородско-Харьковской, Житомирско-Бердичевской и Проскурово-Черновицкой операциях. В ходе последней танкисты Катукова, войдя в прорыв вражеской обороны, сумели за три дня с боями пройти 120 километров и захватить важный транспортный узел Чертков, а на следующий день вышли к Днестру. Развивая наступление, армия Катукова форсировала Днестр и освободила город Черновцы, умело сочетая фронтальный удар с обходными маневрами. Причем на железнодорожной станции Черновцы были захвачены два военных эшелона гитлеровцев, а на аэродроме разгромили силами танков немецкую авиационную часть. Следом за Черновцами была освобождена Коломые, советские танкисты вышли на подступы к Станиславу. Освобождение Коломые лишило немецкую группу армий Юг важного железнодорожного узла и еще более важной базы снабжения. Но особенно отличился Михаил Ефимович в период Львовско-Сандомирской наступательной операции. Под руководством Катукова 1-я гвардейская танковая армия 18 июля 1944 года соединилась с конно-механизированной группой генерала Баранова, завершив окружение Бродовской группировки фашистов, которая на следующий день 19 июля была полностью ликвидирована. Затем танкисты Катукова стремительным броском вышли к Висле и при поддержке артиллерии форсировали ее, захватив Сандомирский плацдарм. С форсированием Вислы пришлось спешить, чтобы не дать фашистам взорвать мосты в районе Сандомира. Катуков принял следующее решение – отправить вперед мотоциклетный полк, которому был дан приказ расчистить подходы к Висле, форсировать ее, занять плацдарм в районе мостов и удержать его до подхода танкистов. Форсирование Вислы осуществлялось основными силами 1-й гвардейской танковой армии одновременно с 13-й общевойсковой армией, причем танки огнем с восточного берега прикрывали переправу пехоты. Закрепившись на плацдарме, 1-я гвардейская танковая армия отразили все попытки гитлеровцев отбить плацдарм и сбросить советские войска в Вислу. 18 августа 1944 года Катуков во главе своей армии победоносно въехал в освобожденный Сандомир. Город практически не пострадал, занятые маневрами на окружение 1-й гвардейской танковой армии, фашисты не успели взорвать его зданий. В дальнейшем Сандомирский плацдарм был использован Первым украинским фронтом для дальнейших наступательных операций против немецких оккупантов. За умелое руководство войсками в ходе Львовско-Сандомирской операции и проявленное при этом личное мужество Михаилу Ефимовичу Катукову было присвоено почетное звание Героя Советского Союза. В 1945 году Катуков участвовал в Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. Его армия была передана в состав 1-го Белорусского фронта. Так Катуков снова оказался под командованием Жукова. В ходе Берлинской операции танкистам Катукова выпало сыграть решающую роль при прорыве вражеской обороны на Зиеловских высотах. 6 апреля 1945 года Михаил Ефимович Катуков был вторично награжден медалью «Золотая звезда», став дважды Героем Советского Союза. После этого Катуков во главе своей армии участвовал в форсировании реки Шпрее и в Берлине соединился с танковыми армиями 1-го Украинского фронта. Вражеская столица пала, Великая Отечественная война для Катукова закончилась. В послевоенные годы Михаил Ефимович Катуков оставался на командных должностях. До 1948 года он продолжал командовать своей 1-й гвардейской танковой армией, затем с 1948 по 1950 годы всеми бронетанковыми силами советских оккупационных войск в Германии. В 1951 году заслуженный ветеран вернулся на родину, окончил высшие академические курсы при Военной академии имени Ворошилова, после чего командовал 5-й гвардейской механизированной армией Белорусского военного округа. С 1955 года на инспекторской и преподавательской работе. В 1959 году получил звание маршала бронетанковых войск. Скончался маршал Катуков в Москве 8 июня 1976 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище. Что касается личной жизни, то Катуков был дважды женат. Его первой супругой была вдова Ксения Емельяновна Чумакова, ее сына от первого брака Катуков усыновил и воспитал как своего. Ксения Емельяновна умерла в 1941 году, незадолго до войны, в военном госпитале в Киеве. Вторую жену Катукова звали Екатерина Сергеевна. Она умерла уже после мужа, успела оставить о нем мемуары. Правда, собственных детей Катукову нажить не удалось ни в первом, ни во втором браке. Вот такую жизнь прожил танковый гений Великой Отечественной войны Михаил Ефимович Катуков. Спасибо за просмотр, если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, всем удачи и до скорой встречи.